Шагать приходится, стиснув зубы, чтобы просто перейти на другую сторону дороги. Челнинский пенсионер Раиф Салимов, который обратился в нашу редакцию, вынужден в прямом смысле страдать, терпеть острые боли и приступы головокружения. А по-другому никак не преодолеть ему, казалось бы, типовой подземный переход. Что же не так с его конструкцией? На месте выясняла наша съемочная группа. Раиф Салимов инвалид, ходит с трудом, а левая рука в связи с заболеванием головного мозга у него парализована, поэтому передвигается по улицам инвалид с особой осторожностью. Но каждый раз, когда его путь пролегает через подземку в районе остановки рынок, он сжимает зубы от боли, всему виной неудобные поручни, до которых и не дотянуться, говорит мужчина. Особенно зимой здесь будет снег, здесь будет горка обязательно зимой, здесь невозможно будет подняться. Ну пока-то ладно, еще вот так можно держаться хотя бы за это. Потом, чтобы спускаться, надо наклоняться опять, опять тяжело. Вот видите, голова еще начинает сильнее болеть. А ведь здесь всего год назад был капремонт, и в ходе работ поставили и новые поручни. Вот только сделаны они скорее для виду, не готовит пенсионер. Кто их устанавливал и принимал после ремонта, даже не задумывались о том, как люди, которым и нужны эти поручни, будут ими пользоваться. Вот здесь я поднимаюсь, и вот здесь особенно. Вот теперь один раз я уже чуть не опрокинулся уже, вот так. Резко приходится вставать, и чуть назад не улетел, меня женщина поддержала. А так бы улетел бы назад, и голову разбил бы, естественно. Вот было повыше, конечно. Устав терпеть боль, мужчина обратился в интернет-приемную правительства республики, мол, перила надо срочно переделать. Но присланный ответ за подписью начальника городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Рафаэля Киямова гласит, все выполнено в строгом соответствии с техническим заданием и утвержденным планом работ. Желательно получше, чтобы сделали для таких людей, как они. Мы-то ладно, проскочим, а они как? Инвалидам тяжело держаться за поручень. Кто эти подземки благоустраивал, надо как-то это переделать, наверное, чтобы людям удобнее ходить было. Никому не желаем этого, но, наверное, нужно самому стать инвалидом, чтобы прочувствовать, насколько он и его повседневная проблема безразличны для власти мущих. Ведь здоровые люди порой просто не замечают подобной фактой нерациональной траты бюджетных денег. Вроде есть поручень и есть, но пользуются ли они ими? Поручнями. Зимой только, когда лед. Все, в принципе. Никогда не пользуюсь. Никогда. Я не знаю, просто пока может быть еще молодая. Поручня? Нет. Пока я еще так могу без поручней ходить. Ну, я, например, не пользуюсь. А вот пожилые люди или кто-то там с ногами, то вот, например, с женой идем, она пользуется. Обязательно в порядке. Подземный пешеходный переход в районе остановки «Океан» в этом году подлежит ремонту. Сейчас здесь ведутся работы. Планируется, что в обновленной подземке установят и новые поручни. Но вот какие они будут? Действительно ли доступными для нуждающихся в них или очередным элементом декора? Остается пока гадать или надеяться, что пожелания таких, как Раевсалимов, все же учтут. Вот я, видите, как хожу. Вот я не могу никак вот, кроме вот держаться надо. Так я не выйду, не вылезу. Ноги-то у меня вон больные-то. Вот этими вот, только вот так держусь. Вообще, это далеко не единственный пример того, что в городе создается лишь видимость доступной среды. В наших выпусках выходил уже не один, не два сюжета на эту тему. Десятки. Видимо, чиновникам и подрядчикам наплевать на остенной цели и задачи программы «Доступная среда». Главное – освоить выделенные государством деньги. Кристина Маматова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.